МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «Объектив» на календаре 14 ноября, четверг, в студии Юлия Балдина. Я и мои коллеги готовы рассказать о последних новостях. Коротко о главном. В Свердловской области в 2025 году планируют построить и отремонтировать более 220 километров автомобильных дорог. Мы продолжаем цикл сюжетов, посвященных благоустройству внутриквартальным территориям Новоуральска. Сегодня мы поговорили с квартальным инспектором Антоном Климовым. Сегодня заслуженный тренер России со стажем тренерской работы более 50 лет Алексей Васильевич Ельников отмечает свое 75-летие. Стартовал чемпионат Свердловской области по баскетболу среди мужских команд. Первыми на площадку вышли баскетболисты Новоуральского кедра. В Новоуральске открыты новые возможности для общения и творчества. Уральский электрохимический комбинат запустил проект «Семь пятниц». За шесть лет благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в нормативное состояние приведены почти 54% региональных дорог и 83% в агломерациях. За все время реализации национального проекта в Российской Федерации отремонтировали, реконструировали и построили более 100 тысяч региональных и местных дорог. С 2025 года будет продолжена эта работа в новом национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Главная задача строительства дорожного комплекса – повышать связанность регионов, обеспечивать своевременную доставку грузов, а также более быстрое и безопасное передвижение людей между населенными пунктами. Повысить безопасность дорожного движения помогают знания правила дорожного движения и хорошие дороги. Во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» приняли участие почти 5,5 миллионов школьников. В Свердловской области в 2025 году планируют построить и отремонтировать более 220 километров автомобильных дорог. Об этом губернатор региона Евгений Куйвышев сообщил на заседании законодательного собрания области, где обозначил основные направления бюджетной и налоговой политики региона на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. В 2024 году в Новоуральске на базе Дорожной коммунальной службы заработала муниципальная асфальтосмесительная установка. Это позволило выполнить весь запланированный объем летних ремонтов дорог и сэкономить бюджетные средства, отказавшись от закупки асфальта у сторонних предприятий. В числе крупных ремонтов, выполненных ДКС в городе в этом сезоне, капитальный ремонт улицы Победы с расширением проезжей части и формирование парковочных карманов, а также проезд в стройиндустрию. Вопросы благоустройства всегда актуальны для жителей города. Ямы на дорогах, освещение, парковка в неположенном месте. Это лишь малая часть того, какие вопросы решают квартальные. Наша съемочная группа встретилась с квартальным инспектором Антоном Климовым и узнала, какие проблемы волнуют жителей района и как они решаются, рассказывает Кирилл Пантелеев. Продолжая серию репортажей о работе квартальных, мы снова встретились с инспектором Антоном Климовым. В сентябре мы уже делали репортаж о его работе, который доступен на нашем канале на Рутью. Мы вновь отправились в привокзальный район, где жители дома на улице Гагарина 20 уже долгое время страдают от неудобств, связанных с временным водоснабжением, который находится прямо на выезде из дворовой территории. У нас получается ситуация, вот, складывается, каким образом это затрудняет выезд дворовой территории. Вообще, чем это все осложняется и как горожане вообще вот к этому относятся? Ну, естественно, отрицательно относится это. Затрудняет выезд из двора, то есть, ну, можно поцарапать реально бампер. А вот в этом случае ваша работа заключается, в чем какие действия уже были сделаны и чего вот мы ждем сейчас? Было написано письмо от первого заместителя главы на имя, ну, Водоканова, МУП Водоканова. Вот, пока ответа не было, так что дальше будем смотреть. Конечно, данная проблема беспокоит не только жители дома на улице Гагарина 20, но и все, кто оказывается вблизи этого места. Пешеходы вынуждены обходить это место, а автовладельцы испытывают трудности с выездом и въездом во двор. Да, здесь постоянно безобразие идет. Вот это каша и гололед, вот это постоянные. И часто вот они шланг какой-то, и он постоянно течет, и постоянно вот эти 10 лужей. Еще одна головная боль для квартальных – это брошенные автомобили, которые заполонили город. В наших предыдущих репортажах мы уже рассказывали о таком случае на парковке рядом с домом по улице Чурина 15. В этой ситуации удалось добиться положительного результата. Брошенный автомобиль был убран. Транспорт убрали в течение месяца двух. Мы выдали уведомление о том, что нужно убрать транспорт, либо привезти его в належащее состояние. Ну, собственно, владелец сделал выбор, что нужно его убрать. Дети бегали, играли, помяли капот у нее, там дверками хлопали, там номера исчезли у нее. Ну, все, что можно. Она тут как раз занимала место вот под камерой. У нас у камеры ограниченный вид. То есть там вот угол не захватывает, и вот тот угол не захватывает. А тут под самой камерой она занимала самое удобное место. Однако, пока мы снимали убранный автомобиль на улице Чурина, жители сообщили нам о новом случае брошенной машине, которая находится прямо рядом со школой. Это вызывает опасения, ведь она может представлять опасность для детей. Вот, на первый взгляд, это брошенный транспорт, потому что там колеса вросли в землю, в прямом смысле этого слова. Далее я отфотографирую это все и сделаем запрос в МВД. Они должны провести действие по выявлению владельца. И вот, если этого не будет сделано, потом мы повесим уведомление для владельца этого автомобиля. Если он навещает свой автомобиль, то он придет, посмотрит, прочитает о том, что он должен привезти этот автомобиль в соответствии с нормальным техническим состоянием. К сожалению, проблема с крупногабаритным мусором по-прежнему актуальна. Некоторые жители, пренебрегая правилами благоустройства, создают несанкционированные свалки, портящие облик города. Мы призываем горожан быть более ответственными и не допускать подобных действий. Если вы стали свидетелем такой свалки, немедленно сообщить об этом своему квартальному инспектору. Ну, сейчас видим, что ее нету вообще. Это было обращение от жильцов или это непосредственно ваша работа была? Непосредственно моя просто увидел, выявил, написал предписание, выписал предписание управляющей компанией от центральной. И они, собственно, раньше срока даже все выполнили, вывезли. Теперь все хорошо, чисто. Работа квартальных играет важную роль в поддержании порядка и безопасности в жилых районах. Их активность способствует созданию более комфортной и безопасной городской среды, что в свою очередь положительно сказывается на качестве жизни горожан. Кирилл Пантелеев, Дмитрий Дедюхин, Новоуральская обещательная компания. В администрации Новоуральского городского округа в режиме автоответчиков функционирует телефон доверия по вопросам противодействия коррупции, который вы видите на своих экранах. Позвонив по телефону доверия, новоуральцы могут передать информацию о ставших известным им фактах коррупции и иных нарушений антикоррупционного законодательства, совершенных работником администрации Новоуральского городского округа, либо руководителем подведомственной муниципальной организации. Своевременное информирование о фактах коррупции позволяет компетентным органам более эффективно противодействовать этому опасному социальному явлению, оперативно реагировать на возможные коррупционные проявления. Вторая конференция отделения движения первых Новоуральского городского округа прошла в музейном выставочном центре. Конференция стала важной вехой для всех участников, ведь именно здесь подвели итоги первого года работы, обсудили новые цели и задачи, а также планы на ближайшее будущее, рассказывает Мария Лотова. Движение первых берет свое начало в рамках государственной программы, ориентированной на вовлечение детей и молодежи в активное участие в жизнь общества и страны. Основной задачей этого движения является создание возможностей для каждого школьника и студента проявить свои таланты, инициативу и внести реальный вклад в общественное развитие. Движение определяется как площадка для самовыражения, обучения и сотрудничества, что становится основой для формирования нового поколения активных граждан. Первый год работы движения первых в Новоуральском городском округе стал периодом активного развития и становления. На данный момент в Новоуральском городском округе открыто и постоянно действуют 23 первичных отделения Российского движения детей и молодежи, руководят ими советники директоров образовательных организаций по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Движение первых это сегодня государственное движение, общероссийское для детей и молодежи. И задача организовать на всех территориях Российской Федерации, это государственная задача. На уровне Российской Федерации в области сегодня очень много интересных новых современных проектов. И те, кто присоединяется к движению, включаются в него, это могут быть и семьи, и родители, и просто ребята, они ощущают и понимают, и чувствуют, для чего это делается. На конференции основное внимание уделялось результатам работы местного отделения движения первых за последний год. С сентября 2023 года более 4,5 тысяч детей и взрослых познакомились с проектами и акциями организаций, приняв активное участие в её жизни. В первичных отделениях были созданы советы первых, которые возглавляют активные ребята, лидеры общественного мнения, молодые, инициативные горожане нашего города, ставшие основой Совета первых Новоуральска. Это самые яркие, инициативные, активные, классные, интересные, умные, искренние дети, которые хотят сделать жизнь вокруг себя лучше, попробовать себя во всевозможных профессиях и просто максимально реализоваться в том, что у них есть здесь и сейчас. За текущий год движением первых было инициировано и реализовано множество проектов, активностей и акций федерального, регионального и муниципального уровней. Как пример, участие движения первых в открытии аллеи молодёжи Новоуральска, презентация движения на Всероссийском форуме «Россия. Молодёжь. Здоровье». Помощь в организации общегородского выпускного совместно со школой «Росатома» и многие другие. Эти мероприятия помогли привлечь учащихся в возрасте от 6 до 25 лет, открыв перед ними новые возможности для самореализации и общественной активности. Участники охотно делились эмоциями и достижениями, полученными с момента проведения первой конференции. Мне важно оставаться в движении, потому что с каждым днём я узнаю что-то новое, я усовершенствую сам себе, ознакомлюсь с новыми людьми и очень весело провожу время. В движении первых можно приобрести много разных навыков, найти новых друзей, а также пообщаться с очень интересными людьми. Поэтому мы всегда ждём новых активистов и всем будем рады. Мне здесь очень нравятся невероятные люди, эмоциональные, классные, у всех горят глаза. На протяжении всего года участвую во многих проектах, акциях, и, наверное, достижение, которое прямо в сердечке навсегда осталось, это в августе этим летом мы с командой ездили на финал медиапритяжения в Питер, и, получается, мы стали финалистами. Я в движении! Мы в движении! Мы в движении! Всегда в движении! Мы в движении! Завершающим аккордом конференции стал танцевальный флешмоб, наполнивший участников чувством единства и уверенности в будущем. Участники конференции единогласно поддержали дальнейшую стратегию развития движения. Одним из приоритетных направлений станет расширение взаимодействия с образовательными учреждениями и местными сообществами. Планируется увеличить число проводимых мероприятий, направленных на патриотическое воспитание. Особое внимание будет уделяться поддержке талантливых и активных молодых людей. В планах – организация конкурсов, мастер-классов и тренингов, которые помогут ребятам раскрыть свой потенциал и найти свое место в обществе. Таким образом, движение первых продолжает развиваться, привлекая все больше молодых людей к активной общественной жизни. Впереди у движения много новых вызовов и возможностей, и участники готовы встретить их с энтузиазмом и решимостью. Мария Лотова, Алиса Буторина, Объектив. Итоги. Сегодня заслуженный тренер России со стажем тренерской работы более 50 лет Алексей Васильевич Ельников отмечает свое 75-летие. И встречает он свой юбилейный день рождения на ледовой арене Смоленска, где проходит третий этап Кубка России по шортреку. Алексей Васильевич стоял у истоков становления конкобежного спорта шортрека и сейчас вносит огромный вклад в развитие конкобежного спорта и шортрека в Российской Федерации и Свердловской области. Много лет он работал старшим тренером юниорской спортивной сборной команды России по шортреку. В настоящее время Алексей Васильевич является старшим тренером по шортреку сборной команды Свердловской области, а также работает тренером-преподавателем спортивной школы Олимпийского резерва Новоуральска. За годы работы тренер подготовил целую плеяду высококвалифицированных спортсменов. 95% всех спортсменов сборной страны по шортреку прошли подготовку Алексея Васильевича. Он отличается профессионализмом, является признанным авторитетом в сфере своей деятельности. Его труд был неоднократно отмечен администрацией, главой Новоуральского городского округа, Министерством физической культуры и спорта Свердловской области, правительством Свердловской области и Министерством спорта России. За большие заслуги в области спорта и в связи с подготовкой к 23-м Олимпийским играм 2014 был награжден памятной медалью президента Российской Федерации Владимира Путина. Свой юбилей Алексей Васильевич встречает на ледовой арене в Смоленском, где проходит третий этап Кубка России по шортреку. И наши спортсмены, конечно, приложат все усилия, чтобы порадовать своего наставника. Новоуральск на этих стартах представляют шесть спортсменов школы Олимпийского резерва. Глава Новоуральского городского округа направил в адрес Алексея Васильевича поздравительный адрес. Цитата. Вы профессионал, чей трудовой путь неразрывно связан с новоуральском и новоуральскими спортсменами. Быть тренером ответственно и почетно. Среди ваших воспитанников чемпионы России, Европы, мира и Олимпийских игр. Их успехи – это и ваша заслуга. Ведь в спорте больших достижений вершины покоряются только тем, чей путь уверенно сопровождал мудрый и отзывчивый наставник. Крепкого вам здоровья, благополучия и счастья. Спасибо за ваш труд и преданность делу. Конец цитаты. Стартовал чемпионат Свердловской области по баскетболу среди мужских команд. И первыми на площадку вышли баскетболисты Новоуральского кедра, которые провели свою домашнюю встречу с командой Олимп из Богдановича. Атмосфера на трибунах была напряженной, а игроки обеих команд продемонстрировали настоящий спортивный азарт. О том, как сложилась игра и какие моменты запомнились, расскажет Антон Сапогов. В чемпионате области по баскетболу участвуют 10 команд. Система розыгрыша круговая, затем игры плей-офф. Состав нашей команды с прошлого сезона практически не изменился. На площадку вышли все самые сильные игроки. Удалось сохранить состав команды. Добавились еще два новых игрока. Это Зубков Виталий и Прохоров Евгений, 11 класс. Мальчик в ДСШ занимался. Тоже подключаем. А костяк команды сохранился. Ну, все тренируются, все хотят играть. Есть травмированные, правда. Но ничего, это все восстанавливается в течение сезона. С самого начала встречи Кедр задал высокий темп и показал отличную командную игру, удерживая лидерство до финального свистка. Наша команда традиционно входит в число лучших в Сирловской области и всегда борется за призовые места. У нас основные конкуренты – это «Азбест» и «Урфу». Команда «Урфу» под маркой «Азбеста» играет. Очень сильная команда. Они чемпионы студенческой лиги. И команда «Поливского», тоже составленная в основном из игроков Екатеринбурга. Каменск-Уральский. Вот тройка таких конкурентов, которые будут бороться за призовые места. Мы, мы, естественно. Первая игра для наших баскетболистов сложилась очень удачно. Они уверенно победили гостей из Богдановича с разгромным счетом – 105-50. Поздравляем команду и тренерский штаб с успешным началом чемпионата. Желаем сохранить боевой настрой и стремиться к новым победам. Антон Сапогов, Геннадий Донгузов. В Новоуральске открыты новые возможности для общения и творчества. Уральский электрохимический комбинат запустил проект «Семь пятниц» и приглашает всех, кто хочет узнать о его деятельности и развеять мифы о закрытости предприятия. Вас ждут самые изотоповые вечера в атомном каворкинге и инновационном выставочном центре. Участие по предварительной записи. Вопросы можно узнать по телефону, который вы видите на экране. А уже завтра пройдет игра «Адреналин» с информационным центром по атомной энергии. В завершении выпуска расскажу о погоде. По данным сайта Гесметио, в пятницу, 15 ноября, пасмурно. Температура воздуха ночью составит 0 градусов, днем – минус 2. Атмосферное давление 732 мм ртутного столба. Ветер юго-западный – 4 м в секунду. В субботу, 16 ноября, пасмурно. Температура воздуха ночью составит минус 2, днем – минус 1. Атмосферное давление 726 мм ртутного столба. Ветер южный – 3 м в секунду. В воскресенье, 17 ноября, пасмурно, снег. Температура воздуха ночью составит минус 3, днем – плюс 1. Атмосферное давление 724 мм ртутного столба. Ветер юго-западный – 4 м в секунду. На сегодня это все новости. Завтра в связи с прямой трансляцией волейбольного матча нашим сетевым партнером телеканалом ОТВ программа НВК в теле эфир выйдет в 17.30. Также напоминаем, что теперь вы можете смотреть нас не только по телевизору, но и на платформе Рутуб. Переходите на наш канал по QR-коду, который вы видите на экране. Не забудьте подписаться, чтобы не пропустить важные события города. На сегодня это все новости. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова